Пенболер ТВ Уступил 2007 год и собралась группа специалистов с большим опытом работы в иностранных, а именно американской компании решили открыть оптовую компанию по защите, средствам защиты, скажем так, органов дыхания, зрения, слуха, головы. В этом же году мы стали специальными дистрибьюторами компании 3М Россия по средствам защиты человека. В двух словах буквально, средств защиты органов зрения. Это стрелковые, защитные, противосточные маски для, скажем так, спортивных видов спорта, ну и более серьезных, это используемые военные гисты. Что касается защиты слуха, это противошумные наушники, пассивные, активные, очень большая линейка. Скажем так, что Пелтер это мировой лидер, это лучшее, что есть в мире. Игорь, очень интересно, вот, на сегодня хотелось бы, не надеясь, будем обсуждать именно защиту глаз, именно стрелковые, противоосколочные очки Пелтер Болли. Очень интересно, вот, соответственно, буду задавать вам вопросы, вы же не против, на них ответите. С удовольствием. В данный момент, на сегодняшний день, мы представляем на рынок российский, дистрибьюция у нас на российский рынок. Следующие бренды это 3М, к ним относятся защитные очки для страйкбола. 3М это производство Соединенных Штатов Америки. Боле, производитель Франция, более-более 120 лет, также на рынке, занимается только оптикой. Есть очень хорошие у них позиции, которые востребованы. И, соответственно, Пелтер. Пелтер, очень большой ассортимент, большие линейки, скажем, стрелковых очков, которые на протяжении многих лет используются, скажем так, в Европе, вооруженными силами. У них также имеются защитные очки для страйкбола, повторюсь, стрелковые очки и противоосколочная маска. Последний продукт, который они предоставили на рынок, это маска Паренгейт, которая, конечно, пока по ее комплектации, качествам и свойствам, ну, скажем так, аналогов нет. Интересно. Игорь, Ваша компания предоставляет потребителю более 45 поименований очков. Скажите, зачем можно было бы сделать 5, как другие производители, 10, и их бы тоже покупали. В чем изюминка? Дело все в том, что наши производители, с которыми мы работаем, это европейские, американские, значит, подход к этому очень основательно. Поскольку мы занимаемся высокоточной, высококачественной оптикой, производить подход к этому очень основательно, значит, тут есть несколько критериев. Первое – это физиология лица. Очки должны садиться. Они должны комфортно сидеть, чтобы в процессе ношения определенного времени они не мешали и не хотелось бы их снять на лоб. Второе – уровень дохода потребителю. У нас диапазон цен от бюджетного варианта до, скажем, класса премиум. Третье – это, соответственно, дизайн немаловажный. Хочется всем прекрасно выглядеть, тем более мы одеваем очки, маски на лицо, и, соответственно, хочется, как бы, быть лучшим в той же игре, скажем, страйкбол, в которой насчитывает несколько тысяч населения. Ну, несколько тысяч человек, да. Игорь, почему покупатель, в конкретном случае игроки страйкбол, должны выбирать именно ваши очки? У них есть большой выбор на рынке Airsoft, те же самые очки производителей приводов. Ничего плохого не могу сказать про наших конкурентов, это дурный тон. Я могу сказать только про нашу продукцию, которую мы представляем. Первое – она у нас сертифицирована и адаптирована к российскому условию. Раз. Два – значит, мы уверены в нашем продукте при экстремальных воздействиях осколков, попадания шаров. Третье – весь наш продукт проходит перед тем, как выйти на рынок, проходит все стандарты, которые предписаны. В данном случае это и милитари, и европейские стандарты. Плюс они тестируются у нас здесь, подтверждение надежности. И если они предназначены для боевых условий, то страйкболе – это просто запас. Очень интересно как мне, так и нашей аудитории, нашим пользователям, как появляется новая модель очков. Скажем так, это сюрприз для всех, поскольку производство любого продукта в любой отрасли – это все секретно и изготавливается, ну, под грифом секретно. Соответственно, этот процесс занимает очень много времени. То есть изготавливается модель у наших производителей, та, которую нету и не было до этого. Соответственно, что-то новое. Всем известно, что компания 3M вводит новый хао, одна из первых. Новый продукт, он отрабатывается, если мы говорим про тактическую линейку, это, значит, отрабатывается с военными, учитывается все их пожелания. Ну, соответственно, на переделку уходит какое-то время. После чего, когда продукт готов и он протестирован, опять же, после того, как он изготовлен в том состоянии, которое востребовано и подходит к использованию, соответственно, проходит период тестирования и после этого выходит масса. Еще один вопрос от страйкболистов. Хотелось бы узнать, увидеть наборы для очков, наборы аксессуаров. Душки, наносники, запасные линзы, шнурки. Будет ли реализована эта идея на нашем рынке? Хороший вопрос. Ситуация такая. Тут есть два момента. Возвращаясь к тому, что производитель все учел, и продукт очень высокого качества, и касательно линз, душек, это как раз те моменты, которые редко выходят из строя при долгосрочном использовании. Но все предусмотрели, и, соответственно, это и есть все в производстве, это все в работе, и мы можем также предоставлять. Но поскольку страйкбольный рынок находится на подъеме, и продукт, который мы предлагаем, он в работе еще не так много времени, соответственно, пока это не востребовано. Но при условии, если пойдут запросы от конечного потребителя, что нужно заменить линзу, приобрести комплект линз, адаптеры, дужки, пожалуйста, это в течение короткого времени мы это все поставим, привезем. Как я говорю, что это и есть природа у производителя. Другой момент, значит, что касается следующих сессуаров, это кейсы, чехлы, салфетки, это то, что нужно для, скажем так, поддержания рабочего состояния очков. Это все есть в наличии. Ассортимент очень большой. Ну, кутляры, скажем так, 10 видов разных на любой вкус. Салфетки, шнурки, антифоги, это все, конечно же, есть. И последний вопрос, уже не касающийся защитных очков. Будут ли предоставлены возможности подключить защитные наушники Пелтер, какие-то адаптеры, может быть, к обычным рациям, доступным игрокам в страйкбол? Безусловно. Ваш асортимент, который представлен у вас в магазине продукции Пелтер, компания 3М, предусматривает адаптацию к любой рации. Первое, что нужно будет сделать. То есть, конечно, продукт по-любому у вас не будет выставлен, поскольку очень много раций находятся в продаже, на рынке, разных классификаций и так далее. Люди, конечно, потребитель, который вас посещает, он тоже разной физиологии. Рост, вес, левша, правша и так далее. Хочу то, хочу это. Существует сервисный центр официальный, который несет гарантии за свою работу. Он существует, который адаптирует к любой рации. Вопрос следующий. Клиент, который будет у вас покупать определенные наушники, соответственно, он должен будет вам предоставить схему. Ну, схему, схему, то есть, это какой рации будем коннектиться раз, хочу это, хочу кнопку, хочу этой провод и так далее. То есть, нюансов очень много. Соответственно, он разрешает у вас заявку. Через буквально несколько дней его продукт, его заявка будет выполнена. Просто он делает это все в одном месте. И получает то, что он хочет, именно в вашем салоне. Игорь, спасибо вам большое. С вами был телеканал Калибалер ТВ, рубрика «Солдата». Я Ганс Кочеженко, Игорь, представитель «Пелтерболи 3М Россия». Всего доброго вам, удачной игры. Всего доброго. Спасибо.